Маткульт, привет, друзья мои! Светина математика, часть 4. Я еще, когда эту панматематику пытались записывать, я сбивался со счета примерно к десятку. То есть выясняется, что профессор умеет считать не до 100, а где-то до 10. Но пока я еще считаю, пока я помню, что это четвертый разбор. Итак, сегодняшняя тема в пятом Т-классе. Геометрические мотивы. И листочник называется «Решаем дома». Ну давайте что-нибудь порешаем. Что-то порешаем, что-то не будем решать. Так как мы опубликовали уже, Леня Попов, который ведет занятия, опубликовал все материалы первой половины этого года, то есть осенний, значит, этот самый семестр пятого класса 444-й школы. И я поэтому просто говорю, что задача номер один, да, геометрические мотивы решаем дома. Ну и вы найдете по ссылке. Задача номер один мы разбирать не будем. А, не, разберем, разберем. В двух противоположных углах квадратной комнаты Петра, площадью 16 метров квадрата, но имейте в виду, что не Петр имеет площадь 16 метров квадрата, а его комната, очевидная. Лежали два одинаковых квадратных ковра. Они накладываются друг на друга, покрывая в два слоя 4 метра квадрата пола. Чему равна площадь каждого ковра? Ну, это такая совсем простая задача, тем не менее, давайте по монотонности решать, по, как это, по высоконаучному. Вот у меня, ну, как бы я разлиновал, да, ну, площадь 16 метров квадрата, значит, 4 на 4, да, корни в пятом классе, естественно, они уже умеют извлекать. Вот. И вот лежат два ковра. Вот они перекрываются площадью 4 метра в квадрат. Но тут решение, как бы, сразу угадывается, да, что вот один ковер, и вот другой ковер, и вот перекрытие 4 метра квадрата. А лежат они в углах, поэтому, как бы, тут все понятно, что каждый из них имеет размер 3 на 3. Но вопрос такой, вот я, ну, это как бы я угадал, а вот как, например, доказать, что других решений нет? Ну, дело в том, что здесь есть монотонность такая. Если ковер, вот размер этого типового ковра, да, они же одинаковые. Если размер типового ковра, который одинаковый, уменьшить, то тогда у меня, очевидно, и площадь перекрываемая тоже уменьшается. А если увеличить, то площадь перекрываемая увеличивается. Поэтому решение тут может быть только одно, а так как мы его уже угадали, то это и ответ. Вот так вот. Задача номер два, с вашего позволения, я решать не буду, ибо она для олигофренов. То есть она полностью очевидная. Про квадратные здания. Это так, просто задача шутка. А вот задача номер три. Да, мы ее порешаем. Геометрические мотивы бывают в пятом классе не только двумерные, но и трехмерные. Итак, из двух одинаковых кубиков сложили параллелепипед. Сколько сантиметров в кубе составляет объем этого параллелепипеда? Если площадь его поверхности равна 90 сантиметров в кубе. Ну тоже, конечно, она совершенно элементарная, пока мы до сложных задач еще не дошли. Вообще, как интересно, что задачи делятся на те, которые здесь пока либо совсем-совсем простые, либо очень-очень сложные. Вот, ну вот пока идут достаточно простые задачи. Итак, вот у меня два кубика, и сложили параллелепипед, и у меня площадь поверхности 90 сантиметров в кубе. Ну, знаете, вот я сразу угадал решение ответ, потому что я представил себе, как Леня выдумывал эту задачу. Леня, привет. Ты взял два кубика рубика и сложил их, очевидно. Потом посчитал, и получилось площадь 90. Ну и дал задачу, да? То есть сразу очевидно, что будет ответ, ну, 27 сантиметров в кубе, это объем одного кубика рубика, значит, двух представленных будет 54. То есть ответ 54, потому что я сразу угадал, что это были кубики рубики. Но, конечно, я не обязан был сразу это угадывать, и уж дети в этом возрасте еще могут не знать, что такое кубик рубика. Хотя, на самом деле, они все это знают, конечно. Ну, и как тогда быть? Ну, тогда надо просто посчитать, сколько вот таких площадочек в поверхности параллелепипеда. Ну, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очевидно, что десять. Поэтому, значит, так как 90 см в квадрат это общая площадь по верхности, делим на десять, получаем, что вот это у нас девять сантиметров в квадрат. Как я уже сказал, корень они уже все прекрасно извлекают, поэтому это три на три. Ну, и мы видим, что это кубик рубика. Все. Так, вот это мне очень понравилось. Это, пожалуй, единственная, которая, как бы сказать, она, ну, вроде, да, она не простая, не сложная, а такая средняя задача. Она средняя. Хотя, по-моему, я не прав. В этой конкретно, вот в этом листочке как-то так сильно сложных задач нет, в отличие от многих других листочков. Так, да, наверное, даже, может быть, это как раз самое сложное из них. В квартире четыре квадратные комнаты, которые обозначены на рисунке, которые я сейчас нарисую, номерами один, два, три, четыре, четыре. И коридор еще есть, номер пять, да. Периметр комнаты номер один, и дальше даны как бы все данные. А, кое-что дано. У номера один периметр шестнадцать метров, а периметр комнаты номер два двадцать четыре метра. И вот спрашивается, чему равен периметр коридора. Ответ дайте в метрах. Давайте-ка мы порисуем. Как это, чай, кофе порисуем. Так, продолжать не будем. Это же дети будут смотреть. Так, вот она, вот она, такая вот квартира. Нифига себе, да. Большая квартира. Так, вот этот коридор, номер пять. Вот здесь номер один, номер один. Тут номер два, как-то так надо. Номер два. Номер три. И номер четыре. Вот так. Вот так все это выглядит. Вот эти комнаты. И что дано? Дано, что у номера один периметр шестнадцать, у номера два двадцать четыре. Ну вот и давайте решать. На самом деле, у меня первая была как бы такая идея, что я сейчас запишу систему уравнений. Ну как-то, вроде, система уравнений, конечно, решает любые задачи. Ну или очень многие. Но в данном случае можно обойтись без нее. И давайте мы без нее обойдемся. Значит, если это у нас шестнадцать, это двадцать четыре, да? Соответственно, ну, периметр шестнадцать означает, что сторона четыре. Периметр двадцать четыре означает, что сторона шесть. Итого мы уже имеем что? Мы имеем, что... Что у третьего... У третьего квадратной комнаты у нее периметр десять, да? Десять, десять, десять. Вот она. Вот. Потому что он складывается из этих двух. Но четвертый складывается из вот этих, как бы, да? А, кстати, из-за одного мы знаем, что здесь два. Потому что комната вторая складывается из вот этой четверки и чего-то у коридора. Ну вот, получается, что у коридора два метра. Ну а дальше, видите, вот здесь десять и здесь еще четыре. Значит, соответственно, вот это вот будет четырнадцать. Ну и, в общем-то, задача практически решена уже. Потому что если это четырнадцать, да? Вот он квадрат четырнадцать на четырнадцать. Еще четыре надо прибавлять, будет восемнадцать вот здесь. Вот. И мы получаем, что восемнадцать плюс два это двадцать. И еще раз столько же. Ответ сорок метров. Периметр. Коридор. Неплохой такой коридорчик, между прочим, восемнадцать метров, да? Как это? Наверное, в двадцатых годах уплотнили бы такую квартиру значительно, да? Неплохая квартира. Такие комнатки. Вот здесь футбол можно поиграть нормально. Здесь можно кататься на самокате. Долгое время ехать. Не прерываясь. Нормально, нормально. Так. Приступим к следующей задаче. Деревянный куб. Я пока буду стирать и зачитывать. Деревянный куб составлен из квадратиков один на один на один. Ну, метр, например, не знаю. Или сантиметр. Покрасили снаружи синий краской. О-о-о-о. Синий краской. Так. Деревянный куб. О, я его синим нарисую тогда. Составленный из квадратиков один на один на один на один. Запятой не хватает после один на один на один. А у меня фломастер. А у вас молоко сбежало. Да, как Карлсон. Так. Вот. Сколько-то раз тут вот этих... Я не знаю сколько. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Такой здоровый куб. Здоровенный куб. Кубик, составленный из кубиков один на один на один, покрасили синий цвет. Оказалось, что кубиков, у которых окрашено ровно две грани... Блин, опять не хватает запятой. Запятая. На 52 больше, чем кубиков, у которых окрашено ровно три грани. Итак, кубиков, у которых окрашено ровно две грани, вот таких вот, так, на 52 больше, чем кубиков, у которых ровно три. Плюс ровно три. И что надо? Каковы размеры изначально у большого куба? Вот тут ставьте на паузу. Потому что, наверное, эта задача требует некоторой смекалки. Вот это действительно требует смекалки. Ну и отжимайте паузу тех, кто решили или не решили, или не хотят решать. Тут нужно догадаться до того, что кубики, у которых покрашены три грани, это только угловые кубики. Они и только они, и никаких больше. Но у любого куба, которые составлены из целых кубиков один на один на один, ровно восемь угловых кубиков. Поэтому здесь вот стоит число восемь. Следовательно, те, которые окрашены ровно в две грани, их у нас шестьдесят. Да, осталось понять, где они живут, эти кубики, которые окрашены ровно в две. Ну и опять же там несложный поверхностный просмотр показывает, что это вот эти, которые на ребрах сидят. Это вот эти, у кубика Рубика, например, одно такое вот, одно между, ну на каждом ребре ровно одно. Но если ребер как бы, ребра более длинные, чем кубик Рубика, то тогда, соответственно, их на каждом ребре сколько там? Ну вот надо понять, что ребер-то сколько у нас вообще, ребер, да? Ребер у куба двенадцать, как ни крути. Один, два, три, четыре, там пять, шесть, семь, восемь и здесь тоже. Вот, поэтому вот это число равно двенадцать умножить на сколько на каждом? Вот, поэтому мы знаем, что здесь их ровно пять. Раз, два, три, сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, все правильно. Вот, их ровно пять. То есть на каждом ребре их ровно пять. Ну и вместе с двумя этими самыми это дает размер куба семь на семь на семь. И это ответ. Очень классная, простая, но воспитывающая геометрическую интуицию задачу. Мне очень понравились задачи номер четыре и пять. Очень понравились. Вот. Так. Номер восемь я решать не буду. Я ее даже не решил. Ну, в смысле, я ее не дорешал. Я, честно говоря, ее как-то... Я понимаю примерно, что она делала, но мне стало... Ну, в общем, так как мы решили... Ну, блин, хрен с ней, да. В общем, восьмую задачу вы сами порешайте. А шестую и седьмую давайте разберем. Так. Шестая задача. Пять одинаковых квадратов, стоящих в ряд. Они стояли ровно в ряд, да? Их было восемь. А здесь их пять. Пять одинаковых квадратов, стоящих в ряд, разрезали двумя горизонтальными прямыми. Сумма периметров получившихся пятнадцати прямоугольников равна восемьсот сантиметров. Укажите в сантиметрах длину исходных квадратов. Ну, собственно, вот картина-то выглядит так, что были пять одинаковых квадратов, стоящих в ряд. Сказал я и нарисовал четыре. Ага. Ну, давайте пусть еще здесь пятый будет как-то умещаться. И двумя параллельными полосами их разрезали на пятнадцать прямоугольников. Причем тут совершенно не очевидно, что там какая-то тут есть симметрия. То есть вот это расстояние может отличаться и от этого, и от этого. И эти два отличаться. Вот. И вот сумма периметров получилась равна восемьсот. Ну, давайте нажимайте на паузу и думайте. И отжимайте от паузы. Значит, суть в том, что при сложении периметров вот это будет один раз участвовать, а вот такая сторона будет два раза, потому что она участвует вот в этом периметре и вот в этом периметре. То есть, смотрите, давайте посмотрим, какие отрезки. Давайте черным обозначим отрезки, которые будут участвовать дважды. Два раза. Вот такой будет участвовать два раза, вот такой будет такой. И такой. Но на самом деле дальше, когда я буду вот эти складывать, периметры, вот такой, вот такой. В общем, я клоню к тому, что дважды при подсчете поучаствуют все внутренние линии. Вот эти ножевые разрезы, да? Вот они ножом разрезали, вот это, это, это. Вот то, что я черным заматываю, оно все встретится ровно два раза. Ровно два раза. А крайнее, встретится по одному разу. То есть, вот периметр самой этой фигуры, он встретится один раз. Ну и что теперь делать? Ну теперь, на самом деле, я, конечно, не знаю, как предполагалось вот с точки зрения, с точки зрения, ну я не знаю. Я, короче, обозначу это за х, да? У нас х это просто размер квадрата. Тогда у меня вот тут вот 5х, да? Вот в этой вот, это 5х. Получается что? То, что каждая вот такая линия, это 5х, а каждая вертикальная линия, это 1х. Ну и надо посчитать просто, сколько всего вот входит в эти 800. Чему это равно? Вот давайте посмотрим, чему это равно, да? Это равно х здесь, х здесь, да? То есть, 2х. Дальше, раз, два, три, четыре по два раза. Дважды 4х. И еще. Еще 5х. Здесь 5х внизу. И два раза по дважды 5х. Ну вот если я не ошибся, то так. То есть, вот этих х, как бы, получается у меня 10 штук, да? Вот эти, как бы, по 2 будет. Это 8 плюс 9 плюс еще 1, 10. Плюс 1, плюс 1, 10. И здесь, соответственно, будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? 6 раз по 5. Получается 30. Да, 30. Ну давайте проверим. 10 плюс 20. Да, 30, да? То есть, получается 10х плюс 30х. Ну вот мы получили 40х. И тем самым мы получили ответ. То есть, здесь все, как бы, в принципе, совершенно понятно. Мы не знаем х, но мы его находим из вот этого уравнения. Получается, х равно 20 сантиметров. И это ответ. Задача. Ну и последнюю задачу из геометрических мотивов, которую мы разберем. Это задача про чашки. Очень красивая, да. А, тарелки, тарелки. Нина знает. Кто такая Нина? Курсомолка. И вообще прекрасная девушка. Помнишь такой этот? Филипп, да? Кавказская пленница. Нина. Кавказская пленница. Вот. Так вот, Нина знает, что расстояние между двумя полками на ее кухне равно 39 сантиметров. Вот. Вероятно, если Шурик все-таки на ней женился, да, это он высчитал сам. Он же инженер был в фильме. Вообще он инженер, да? Он студент такой технический, явно такой из Бауманки. Так, ну что, давайте, смотри. 39, вот это 39 сантиметров. Вот. Высчитали. И, Нина знает, что высота стопки, стопки, ну в смысле, не в том, в котором вы все подумали, взрослые, да. Не-не-не, не в этом. Высота стопки из пяти одинаковых тарелок равна 20 сантиметров. То есть, вот я беру пять одинаковых тарелок, вот я их ставлю, вот так, и друг на друга они вот так вылезают, да. Вот следующая вылезает, как бы она за... Тут красивая картина, я ее не нарисую, такую красивую картину. Раз, два, три, четыре, вот тут, и пять. Ну вот, да, здесь, к сожалению, я не могу нарисовать красиво. Но суть в том, что вот нижняя тарелка, она как бы по высоте гораздо больше, чем все остальные. Да просто вот такие, пусть они будут некрасивые, такие вот, одна в другую вылезают. И вот, вот такие, короче. Вот, пять тарелок, ставленных друг в другу, это 20 сантиметров, 20 сантиметров высота вот сюда. А стопки из двух тарелок 11 сантиметров, да. То есть, когда вот так, то 11, вот это 11 сантиметров. Чему равно наибольшее число тарелок, которые Нина может сложить в стопку, так, чтобы уместить их между двумя полками? Ну тут, да. На паузу ставим, ну и решаем. Ну, в принципе, понятно совершенно все, что здесь надо понимать, что все следующие один и тот же вот, вот этот вот зазор будет между ними, один и тот же. А у первой он большой. Ну и если мы знаем, что здесь 2 это 11, а 5 это 20, значит, вот эти дополнительные 3 маленьких зазора равны 9 сантиметров. Вот это 9 см равно 3 зазора. Ну, значит, зазор это 3 см. 3 см – зазор. Вот, но раз 3 см – зазор, то сама вот эта высота 8 см, потому что 11 – это тарелка плюс зазор. Значит, соответственно, 8 сантиметров плюс неизвестное количество по 3 сантиметра должно не превосходить 39 сантиметров. Ну вот у меня получается уравнение. Неравенство, а не уравнение. Опа! А, с другой стороны геометрические мотивы решаем на уроке. Нифига себе, какой подарок. А я даже не переворачивал эту страницу. Ну, можно и на уроке прихватить пару задач, они красивые там есть. Ну, давайте я туда решаю. Ну, здесь-то все понятно, да. То есть, 3х плюс 8 меньше или равно 39, то есть, 3х меньше или равно 31, ну, и понятно, что х меньше или равно 10, то есть, 11 не влезет. 11 не влезет. Я имею в виду, 11, начиная от нижней, не влезет. Вот так. А 10 влезет. Ну, а так как 10 – это не считая, да, то есть, это 11, начиная со второй, я хотел сказать, без нижней. Ну, а 10 влезает, да, то есть, вот 8 плюс 10 таких, 38 сантиметров, как раз и влезет. Всего 11 тарелок. Нижняя займет 8 сантиметров высоты. И все остальные 10 еще займут 30 сантиметров высоты. Так что, вот она напихает туда 11 тарелок. Ну, вот, на этом задачи-то на дом закончились. Ну, то есть, я вот последнюю не хочу разбирать с треугольником. Попробуйте сами подумать над этой задачей. А я переворачиваю и хочу там, вот, избранное. Сейчас наткнется взгляд на что-нибудь особенно красивое. И мы его разберем. Геометрические мотивы решаем на уроке. Да. Сейчас минут 5-7 мы еще позаписываем геометрические мотивы. Что-нибудь самое красивое. Расстояние вдоль прямой дороги очень простая. Нафиг. Вторая тоже очень простая. Третья красивая, хорошая. Третью будем решать. Квадрат площади 1024 сантиметра в квадрате. Опять, ребят, 1024 сантиметра в квадрате должно любому здравомыслящему человеку на что-то намекать. Разбит на части квадраты двух размеров. Как показано на рисунке. А как показано на рисунке? А вот, как показано на рисунке. Значит, берем... Раз. Потом здесь посередине прям вот так. Раз. Вот так. А эти... Так, эти, соответственно, разбиты на... Вот они, маленькие, вот это мелкие. Точечками помечаем. И крупные. Все. Больше ничего неизвестно. Найдите размер этих частей. Ну, да. В этой задаче хочется что-то за x, за y обозначить. Начать решать. Квадратное уравнение какое-то получилось у меня. Короче, я как идиот его решал. Эту задачу решал как идиот. Я записывал там... Ну, в общем, когда я начал сам решать, да, я получил... Я взял это за x, это за y. Там написал какие-то соотношения между ними. Ну, на самом деле, она, конечно, гораздо проще. Смотрите. Начнем с того, что вот этот квадрат имеет в 4 раза меньший размер, чем большой. Просто потому, что 4 раза умещается в стороне. Поэтому вопрос исключительно в нахождении большого стоит. Чтобы понять, какой вот этот вот... Огромный квадрат. То есть, огромный, большой и маленький. Вот большой 4 раза меньше огромного. Огромный, но вот как? Ну, мне нужно решить уравнение x квадрат равно 1024. Ну, если я помню, что это степень двойки, то я могу вообще подставить. 2 в степени k в квадрате равно 2 в степени 10. О, как я. Прям методами пятого класса, да? О, значит, 2k равно 10 и k равно 5. А значит, сторона равна 2 в пятой, то есть 32. Но это я все валяю дурака. Естественно, любой, значит, школьник. Сразу скажет, что если квадрат имеет площадь 1024 сантиметра в квадрате, то его сторона 32. Значит, соответственно, здесь 32. Ну, отлично. Значит, каждый из них по 8. И мы уже это знаем. Ну, а дальше все очевидно, потому что вот вам идет вот эти вот 8, да? Три раза. И это 24. Ну, а эти укладываются 4 раза в нем. Знаешь, это по 6. Вот все и выяснилось. Ну, такая, да, прямолинейная. Ну, ничего, симпатяга. Сдачка. Так. Угу. 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 Петя вырезал развертку куба, границы которой идут по ребрам. Ее площадь, что она 216 сантиметров в квадрате. Ну, это на ту же серию, да. Из нее Петя скриил куб. Ладно. Остальные задачи предлагаю всем порешать самостоятельно. И считать, что вы ознакомились с геометрией на уровне 5 класса. Маткульт пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok